Привет, друзья! Ну, дела! Ну, на конкурсе вчера, вот, ну, сейчас имеется в виду, несколько часов назад, для меня уже день и ночь перепутались, потому что я в таком режиме нахожусь, когда очень много писем, звуков и так далее. Кажется, уже век прошел. Выиграла, оказывается, книгу на конкурсе. Вчера на бесплатном ликбезе против стресса для всех. Выиграла, оказывается, написала Марина Григорян. Поздравляю! Сейчас, Леонид, мы напишем Нелле нашу, литагенту, которая конкурс проводила, она вам подарок пришлет, она принесет мне, я подпишу вам. С пожеланием счастья, здоровья, хорошего настроения. Оказывается, Марина Григорян написала сейчас, что она просто заснула во время ликбеза, потому что, ну, мы такие делали, там такие уникальные приемы вообще потрясающие. Для развития творческих качественных способностей, путем перебора этих приемов. Но человек, который раньше не доспавший, если он делает эти приемы, которые снимают лишнее напряжение, естественно, у него сон появляется. Ну, слава Богу, объявилась. Она, оказывается, первая написала среди четырех. И вот, ну, наконец, она проснулась и теперь повышит книгу. Да, в подарок. Конкурс выиграла. А тут еще вот Юля мне написала. Вот у вас на картине хорошо бы глаза у вас там смотрят у танцовщицы прямо вот так вот. А для женщины, говорит, когда она смотрит на картину, хотелось бы видеть, что она немножко задумчиво куда-то вдаль смотрит, пространство там, и хочется за ней туда, там надежда может быть. Ну, интересно, я взял, сделал. Теперь она не прямо смотрит. Ну, как вам? Акбар Ашиков, он в прошлый раз советы давал, как здесь глазик поправил. Вот так у нас коллективное творчество происходит. Ну, школа у нас самая лучшая в мире. Я вам еще что хочу сказать. Друзья, вот я посмотрел у нас ликбез. Я там даю уникальный контент. Такого в мире нет, потому что я его автор. Я вам там сказал уже, какое состояние является оптимальным. Вот Чексен Михаил говорил, оптимальное переживание, а я определил оптимальное состояние, с помощью которого в поток быстрее можно войти и с любым человеком встретиться, и любой семинар провести, и ораторам для их ораторского мастерства, и вокалистам для их пения. Какое состояние оптимальное. И вот наш принцип подбора путем перебора, когда вы перебираете разные... Ну, короче, я там все это говорил, это уникально совершенно, но мне обидно совершенно еще почему. Школа-то у нас уникальная, потрясающая. Такие участники школы, просто всем хочется книгу раздарить, но я же не издатель. Издательство печатает, писатели, как говорится, пописывают, читатели почитывают. Ну, я просто автор, понимаете? Поэтому я не могу всем раздать вот так подарки. У меня же столько денег нету, чтобы... Я просто писал, написал, дал, где-то где-то наша Нелечка Зарипова. Договорился издательство, издательство выпустило. Ну, там ее покупают, вы смотрите, там у меня под роликами есть в описании издательство у них там. А мы делаем вот конкурс такой иногда, чтобы подарок дать, да. Ну, на конкурсе-то надо участвовать, и вот что мне обидно. Ну, потому что уникальный контент идет у нас на ликбезах, на вебинарах. Я даю такие приемы, которых в мире нету. И такие определения, и такие объяснения, такие простые. Ну, мне повезло в жизни. Ну, что делать? Я этим всю жизнь занимаюсь, поэтому, как Менделеев, тоже знаю, как таблицы свои создавать, как алгоритмы создавать. Ну, каждый занят своим делом, вы заняты своим, и вы там успешны более всего. А я в этом успешен более всего. Потому что это мое дело. Я всех там учу, на нашей школе. Все знают, что надо открыть свои таланты и способности. И вот есть деятельности такие, вот такие разные направления. В живописи, в литературе, в поэзии, в танце, в вокале, везде. Где вы еще не раскрылись? А вы попробуйте и раскроетесь. Я ключ его для этого. Вот для этого ключ, чтобы открыть себя. И самое главное, не по старому шаблону подражания. Вот делай вот так. Потому что меня все там запрашивают, а мне как быть? Вот это делать или вот это? Перебирать надо. Но это тоже уникальный контент. Это перебор, перебор, нигде его в мире нету. А есть делай, пока не получится. А не получается, ты старайся, пока не получится. Это старое обезьянное шаблон подражательское. Это от психологии удержания рабов. А мы развиваем творческие подходы жизни, чтобы свою судьбу взять в руки и творить, и создавать. Ну вот как я это делаю. Понимаете? Вот я этому и учу на своем личном примере. И показываю. У нас много участников уже в школе, которые это умеют делать. И энергию стресса переводить для своих новых достижений и так далее. И много чего умеют. Я вам всем очень благодарен. Я вас всех люблю, уважаю. Обижение почему? Третий раз повторяю. Мало участников. Такой уникальный контент, которого в мире нету. Посмотрите, весь интернет. Нигде нету такого. Посмотрите. Жалко мне себя. Жалко людей, которые не получают это. Которым это очень нужно сегодня. Очень нужно. Вы посмотрите, что валится на нас. Что делается с этой цифровизацией. Вместо того, чтобы сделать инструмент для помощи человека из этой цифровизации. Получается, что человек становится инструментом для цифровизации. Вы представляете себе? Что делается? А я как раз хочу этому заслон поставить. Наша школа «Человек будущего». Хомо футурус. На это и работает. И пока наш канал кто-то там не вырубил по глупости. Надо, чтобы вы делились во всех группах. Чтобы вы своим друзьям всем говорили. Вот канал на ютубе. Подписывайтесь. Вот ликбезы. Смотрите. Там бесплатно всё. Ликбез. Разные названия в роликах. Там, где встречается слово ликбез. Это бесплата. С таким уникальным котятом. Вот я и задумываюсь. Сделать мне дальше такое или не делать. Конечно, вы скажете. Делает. И так прекрасно. Так действительно в мире никто не делает. А вот мне как быть. 30-40 тысяч человек приходят. А у нас там миллионы, которые в этом нуждаются. Чтобы слизить потребность лекарств. Снимать страхи. Развивать творческие качества и способности. Быстрее адаптироваться к неопределённости. Работать с этой неопределённостью. Это же самое главное. Это то, о чём говорят. Все, кстати, говорят. Надо научиться работать с неопределённостью. Такие ведущие психологи говорят. Педагоги ведущие. Так вот же ключ. Короче говоря, если я замечу, что ещё раз так будет. Это моё последнее, как говорится, китайское предупреждение. Это шутка такая. Раньше была последняя китайская. Так говорили. В моей юности. Шутка такая была. Но я на самом деле очень озабочен. Мне себя жалко. Я трачу время. Я трачу контент. Потому что кому не нужно, это берут. Себе присваивают. Под другими названиями эти приёмы выдают. Деньги зарабатывают. Ну, мне не жалко. Пускай зарабатывают. Пускай делают, что хотят. Но они же извращают. Они же не могут так, как и я, давать материал. Понимаете? Они же в меру своего понимания дают. Иногда её вредно для здоровья делают. Ну, ладно. Короче говоря, вы меня поняли. Я поэтому ещё раз благодарен Юречке, что она мне сказала глазки поправить, что женщина должна быть такая вдаль смотрящая или о чём-то своём задумавшаяся, такая, ну, такая вот немножко таинственная, что хочется понять, о чём она думает, и за ней пойти, и там надежда. И, конечно, я благодарен всем, и каждому, и нашим участникам активным в школе. О, какие у нас участники! Как я горжусь вами! В разных странах. Да, молодцы! Молодцы! Друг другу помогаем. Будем ставить заслон этому расчеловечиванию. Вот так вот. А я знаю, как это сделать. Я знаю. Я вам потом подскажу. Потом подскажу. Мы победим. Вместе мы с силами. Вместе мы с силами. До встречи, друзья. Спасибо. Продолжение следует...